Всем привет! Сегодня я вам хочу показать несколько вещей, которые мне прошли в последнее время по почте. Тут есть некоторые посылочки от девчонок и не только. И сегодня я как бы решила выбрать несколько вещей, я не буду вам все показывать. А несколько вещей и даже некоторые из них я вам сразу протестирую, скажу свое мнение и покажу это сегодня на себе. Итак, первое, что я вам сегодня покажу, это вот такой вот крем для глаз. Вернее, это даже не крем для глаз, а это контурный гель для глаз. Я давным-давно хотела его попробовать, мне девчонки из Израиля его многие советовали, это израильская фирма Sebucarm. Кстати, хочу вам сказать несколько слов по поводу израильских фирм косметики. Очень часто мне задается на моем канале вопрос, пользовалась ли я когда-то косметикой Кристина и Холиленд. Почему-то вы именно вот эти две фирмы постоянно спрашиваете вопрос. Девочки, я в принципе немножко пренебрегаю израильской косметикой, я ей не особо пользуюсь. Именно уходовой косметикой. Есть некоторые фирмы, которым я доверяю, это как Sebucarm, я много чего у них пробовала. И также Ava, как вы в России называете это Ava, но это на самом деле Ava, что вы в рите с иврита означает любовь. Поэтому вот это, наверное, две фирмы из уходовой косметики, которым я доверяю. То, что вы спрашиваете, я о таких фирмах первый раз услышала от вас, и я как-то никогда ничего не пробовала, поэтому я не знаю. Вы мне очень часто спрашиваете, чтобы я вам делала обзор на израильскую косметику. Это тоже не особо возможно, потому что я, поскольку я ей не пользуюсь, я специально ходить покупать для того, чтобы сделать обзор. Я не на том уровне, я это пока делать не собираюсь, поэтому, да, все, что касаемо израильской косметики, я, наверное, каким-то образом вас разочарую. В любом случае, вы очень многие, кто живете в Израиле, мне советовали попробовать этот контурный гель для зоны под глазами. Поскольку мой кремик от Clorans, который я очень люблю, вот этот маленький, уже почти на конце, да, а хотя мне так кажется, что еще половина есть. В любом случае, поскольку он уже где-то там на половине, у меня была возможность попробовать этот, я уже им пользуюсь, ну, пару недель, наверное, недели три, честно вам сказать. Я даже не знаю, что по поводу него сказать. В принципе, он неплохой крем, он приятный, не разрушает глаза, гель такой, который неплохо наносится, и только на утро, на ночь тут не о чем говорить. Написано, что он для уменьшения темных кругов, про что я никогда не верю, и ничто на мне не уменьшает темные круги. И уменьшает признаки усталости и сухости. По поводу усталости он не уменьшает, этот крем работает в сто раз лучше. По поводу сухости, да, он после него, как бы, зона ухоженная, а косметика ложится замечательно. Поэтому я бы, я сказала бы, что этот крем, наверное, для, ну, девочек, которые только начинают пользоваться косметикой, уходовыми средствами, вот такой вот гель девочкам таким подойдет. Я не знаю, в принципе, у меня нет никаких морщин, ничего, но я думаю, что все-таки с 30 и выше нужно уже пользоваться чем-то более серьезным, что ли. Ну, хотя, хотя не знаю, насколько, это более серьезно. Но, в любом случае, у меня днем сложилось впечатление, что он такой более крем с 20 до 30. Я очень рада, что у меня была возможность его попробовать, куплю ли я себе его сама, не думаю. Следующее, что я вам хочу показать, и показываю это только исключительно из-за того, что хочу сказать, что в Израиле это, да, продается. Это вот такие вот лабелки, это, в принципе, как Nivea Lip Butter, только это лабеллу. Есть в некоторых странах, что это называется лабелл, в некоторых странах, что это называется Nivea, это одна и та же фирма, это одно и то же. Мне это прислала моя подписчица Элина с Романганом, по-моему, да, ты с Романганом, по-моему, с Романганом. Она сказала, что она увидела в Израиле у нас, но если не ошибаюсь, она не увидела в большом магазине, а в каком-то маленьком. Элина, если я ошибаюсь, поправь и скажи, где ты это нашла. В общем, в Израиле это тоже, девочки, да, продается. Это, она мне сказала, что она забрала два последних. Я уже одним пользуюсь с удовольствием, второй еще в упаковке. А это у меня теперь ваниль и макадамию, у меня есть малиновый и блюбери, да, с голубикой черникой. И вот теперь появился этот, они мне очень нравятся, я вам в тот раз уже говорила, что я их очень-очень люблю. В общем, короче, она мне прислала, потому что у нас на севере в Израиле нигде они не продаются, а вот в центре она в Романгане в каком-то магазине нашла. Поэтому учтите, запомните, и если вы хотите тоже такой, идите где-то искать. Я надеюсь, что Алина нам напишет, где она его нашла. Но в любом случае в Израиле в некоторых местах вот такие вот лебаторы тоже продают. Так, давайте перейдем на помады. Это самое интересное. У меня будет сегодня вам показать три помады, и эти три помады я уже покажу сразу на себе. Мне пришла маленькая посылочка от Наталии, с которой я давно общаюсь и дружу благодаря своему каналу, инстаграму и тому подобное. В общем, мы с ней периодически обмениваемся посылочками, и в этот раз она мне прислала просто офигительную посылку. И все посылки, что она мне прислала, я не буду вам ничего показывать, кроме двух помад. Вот, она мне прислала там и крема, и скрабики, которые я люблю, и жвачки Dirol. Странно, я сейчас в Риге когда была, тоже их Dirol не видела в Риге, не знаю, это только в России остался Dirol. В общем, все жвачки, конечно, жевала буквально за два дня. В любом случае, давайте поговорим о двух помадах, которые я написала, в которых я в полном, в полном, в полном в восторге. Итак, первая помадка, она мне прислала вот такую вот малютку, это мини от Givenchy, их серия La Rouge, матовая коллекция. Это просто, просто супер, как она выглядит, конечно. Оформление просто, просто шикарное. Это такая маленькая, как спичечный коробок-коробочка, она вот так вот классно выдвигается. А здесь это все вылезает, здесь есть вот помадка, которую если мы вытащим, она вся эта помадка обернута вот в такую вот милую, такие три кусочка милых бумажки, на которых написано La Rouge, La Rouge. Вот помадка идет вот такая вот, малюконькая. У меня есть большой вариант именно этой помады из этой серии. Вот так вот она выглядит, знаете, вот эта помада в кожаном, ну, в кожаной обертке. В общем, это одна и та же серия, я зашла в интернет, посмотрела, потому что я увидела, что это La Rouge, и я помню, что моя тоже была La Rouge, то, которая есть у меня. В общем, это помада в номере 102, нет, не 102, 202 Rose Dressing, и это помада розовая. Розово-коралловая она, насколько я посмотрела в интернете, она называет себя розово-коралловый, вот такой вот цвет. И сейчас она у меня на губах, я надеюсь, она еще не стерлась, потому что я как раз красилась. Я нанесла, давайте сейчас все раз нанесу, чтобы... В общем, вот такой вот настоящий розовый-коралловый цвет. Мне она безумно понравилась, Наташа, она мне просто, я в восторге была от нее, она мне очень-очень понравилась. Вообще, эту серию этих помад я люблю, у меня вот большие помады, есть целых две. Я вам когда-то рассказывала, что когда их наношу, они, после того, как вот весь верх, то ли блеск, то ли вот, ну поверхность стирается, съедается, спивается, то их пигмент, он остается на губах очень-очень долго. Вот с моими помадами, с тем, которые есть у меня, у меня более такая красная и более оранжевая, они у меня, ну, по 6 часов держатся на губах, вот именно этот пигмент. Я надеюсь, что с этой розовой будет то же самое, но цвет мне он очень-очень понравился, он настоящий такой красивый коралловый цвет. Я бы сама себе никогда в жизни не выбрала бы, но это именно из тех помад, которые вот если тебе не подарят, ты сама не выберешь. Жалко, что такие миниатюрки не продаются, потому что я вообще люблю миниатюрки, мне кажется, тут достаточно помады, то есть тут достаточно, если бы было много-много разных таких миниатюр, я бы перепробовала, наверное, много-много разных помад, потому что полный вариант помады я не всегда заканчиваю, очень часто это или вкидывается, или отдается. В общем, ну, просто фантастика. И вторая помада, что мне Наташа прислала, это была помада от Guerlain Kiss Kiss в номере 225 Rouge Kiss. Да, это как бы серия Kiss Kiss, но она называется Rouge Kiss. Если не ошибаюсь, когда-то меня просили, просили, просили посмотреть в Израиле эту помаду, и я помню, что ее не было в Израиле, по-моему, этот 225 номер, он популярный, но я могу ошибаться. В общем, это вот такая вот черная помада, выглядит она просто, конечно, тоже обалденно. Guerlain мы все знаем, что они обалденно умеют упаковывать свои продукты, ну, просто, конечно, упаковка фантастическая. Значит, помада. Помада идет красная, на ней написано Kiss Kiss. Сейчас я ей нанесу на свои губы, она красная, если я не ошибаюсь, она более теплая, на мне она немножко передается оранжевым цветом. Сейчас я вам покажу. Итак, я нанесла помаду, можете видеть, она на мне, как мне кажется, немножко выходит более такая оранжевая, вот, если мы будем смотреть с оригиналом. Как вы видите, эта помада не матовая, она более такая с переливом, более такая влажная. Хочу сказать, что эта помада очень-очень на мне стойкая, я ее наносила в день своего рождения, и проходила с ней тоже часов 8. Мне пришлось ее подправить один раз после еды, после того, как я поела, и больше я ее не подправляла, то есть, ее пигмент держится. Конечно, этот блеск и глянется немножко становится, ну, то есть, склеит и уходит, но сам пигмент этих красных губ, он держится. Для меня вот этот цвет красный, это каждодневная помада, потому что он более такой красный, спокойный. Единственное, что для меня он немного тепленький. То бишь, если бы он был немножко, может быть, холоднее, на мне он выглядел, может быть, немножко-немножко лучше, но меня это не пугает, потому что, вы знаете, что я люблю пользоваться карандашами для губ, правильным карандашом, подобрать правильный оттенок, правильный баланс, и эта помада будет работать просто замечательно. В общем, девочки, фантастическое качество помад, я просто довольна. Наташа, тебе огромное спасибо, ты просто попала в такую, прям в точку с двумя помадой, ну, просто-просто шикарно. И последнюю помаду, что я вам сегодня покажу, я не пищала, я ее хотела, и я ее получила, ура! Это помада от Maxine, я вам сто раз про нее рассказывала, это вот эта вот фантастически красивая помада, которая мне пришла с Канады от надписица Тани Тонечка, спасибо огромное. Она теперь, да, вернулась в Израиль в продажу, в то время, когда ее хотела в Израиль, ее везде раскупили в магазине, в интернете ее нигде не было, и она, да, сейчас вернулась, ее сейчас везде можно купить, по-моему, даже в магазинах она есть, но я не уверена, точно есть на сайте в интернете, а я дико-дико ее хотела на зиму, и сейчас вам покажу, как она выглядит на моих губах. Ну вот, таким образом выглядит на мне сим, я его постаралась как можно аккуратнее нанести, я его не наношу сама, то есть не наношу самостоятельно, я пользуюсь карандашом от MAC, который вам показывала в покупках, который называется Night Moss, ночной мотылек. В общем, я вместе с ним пользуюсь этим карандашом и помадой, сейчас я нанесла без карандаша, постаралась как можно аккуратней, но вообще я немножко, несложно наносить матовые, такие яркие помады без карандаша, поэтому я всегда покупаю карандаши, вы это уже знаете. Это матовая помада SYN, да, в общем, так она выглядит в упаковке, так на мне, у нее такой красивый, темный, темный, такой бордовый, винный, шоколадный цвет. Я дико-дико эту помаду хотела, и огромное спасибо Тане, что она мне прислала. С того момента, как она мне прислала эту помаду, я уже ее носила не раз, и не два, и не три, я с удовольствием сейчас таскаю, несмотря на то, что уже наступила весна, и как бы все переходят в другое настроение, и более яркие, свежие цвета. Я еще в зиме, и наношу такие вот темные цвета, но очень мне эта помада нравится. Она, конечно, любительна, не всем она будет подходить, не всем она будет нравиться, кто-то будет ее считать некрасивой, вызывающей темной, но лично мне она очень-очень нравится. И последнее, что я вам сегодня покажу совсем-совсем очень быстренько, это браслетик, который я получила, можно так сказать, на обзор, но не совсем на обзор. Вообще, честно вам сказать, если я смотрела мое прошлое видео, где я рассказывала, как если я и YouTube, какое мое отношение вообще к подаркам, к вещам на обзоре, то я говорила, что я буду, у меня как бы нет никакой проблемы брать вещи на обзор, но я буду брать вещи только те, которые мне интересны, и мое мнение будет всегда самым-самым настоящим, насколько это возможно, то есть самым-самым моим мнением, и даже когда мне предлагают что-то на обзор, первое, что я отвечаю, если мне интересно вообще с этим человеком или с этой фирмой сотрудничать, что мой обзор будет самый честный, он будет именно мой обзор, и я не собираюсь ни для кого ничего, никакие сказки рассказывать. Так вот, это предисловие к браслету, потому что есть что-то нехорошее про него сказать, ха-ха. В любом случае, это браслет Soul Feel, вы все, наверное, знаете, Soul Feel, да, коробочка. То есть это типа а-ля Пандора, но это совсем не Пандора, на самом деле, на Пандору, кроме своей, своей, как бы, мыслью, как этот, что это тоже браслет, который собирается с чармиками, он не особо на Пандору похож, то есть он похож, но не особо, сейчас расскажу. В общем, это Soul Feel. Сразу хочу сказать, если вы хотите, чтобы я вам сделала сравнение между браслетом Пандора и Soul Feel, напишите мне, я сделаю, мне будет интересно сделать. Сразу хочу сказать, что, когда ко мне обратилась девушка с Soul Feel и предложила взять браслет на обзор, вы понимаете, что я не могла мне не согласиться, поскольку я обожаю свой браслет Пандора. Мне было дико любопытно и интересно посмотреть, что же такое браслет Soul Feel, потому что я знала, что это прислали многим блогерам, и это не что-то новое и тому подобное. В общем, короче говоря, она мне предложила выбрать браслет и 5 чармиков, то, что я сделала. Я не буду вглубляться, сейчас покажется вам каждый чармик и все такое, если вы хотите подробный обзор, я вам сделала, я просто хочу как бы в общем рассказать. В общем, пришел браслет, я выбрала браслет обыкновенный, на который как бы, ну как змейка, и выбрала 5 чармиков. Хочу вам сразу сказать, все пришло, я ожидала, что придет что-то намного хуже. Честно вам могу сказать, потому что я считала, что сделаны эти браслеты не с супер высшего качества серебра, а с такого более низкого, поскольку это азиатское серебро, с Тайвани, но я могу ошибаться. Я ожидала, что придет что-то наподобие, но пришло что-то даже очень ничего. Браслет сделан замечательно, каждый чармик сделан просто великолепно. Это чувствуется, что это серебро, это не поделка серебряная, она чувствуется так же тяжело, как и Пандора, она звенит, как у серебра. Есть такой немножко, знаете, как бы динь-динь, такой как бы звон, когда оно вместе с друг другом сталкивается. То есть это чувствуется серебряная вещь, как ни крути. Все сделано, действительно, все сделано супер. Я вообще ни к чему придраться не могу, к чему я хочу придраться. И упаковка была замечательная, и каждый чармик пришел в отдельном пакетике. И каждому чармику здесь есть такая вот резиночка, которую вы одеваете под чармик для того, чтобы он не ездил на этом браслете, потому что он отличается от пандоровского, и он выглядит по-другому, и чармики здесь полностью на браслете вокруг ездят. Все супер, что было не супер. Даже здесь такая вот тряпочка есть, это все дело вытирать. И пришло это все с таким бантиком, и пришло это с заказным письмом, шло недели две или три, что-то типа того. В общем, все замечательно, единственное, что я себе заказала под браслет, он был дико большой. Я не знаю, что я себе подумала, у меня с моим пандоровским, он мне чуть-чуть маленький, поскольку мне уговорили его купить меньше, нежели чем мне надо было. И поэтому этот я решила заказать большой, но заказала чересчур большой. Он просто на мне громадный, видите, он называется на руку очень просто, он просто громадный. Может быть отсюда вам кажется, что ну ладно, не такой большой, но он громадный, он с меня просто вот, видите, скатывается. И для меня это чересчур большой, можно видеть, сколько здесь есть места, да. Ну, он чересчур большой. И я обратилась и попросила мне его поменять. И тут пошло поехать, поменять они не могут, я могу обратно прислать, но это будет недорого стоить. Лучше не надо, давайте отдадите его кому-то и сделайте обзор без браслета. В общем, вся эта муть в плане меняния браслета мне безумно не понравилась. Если обычный человек где-то покупает там, ему что-то не подошло, он хочет поменять браслет, неужели он тоже будет проходить вот эти все бесконечное количество переписок для того, чтобы поменять браслет, за который он заплатил деньги. Понятно, что это не мой пример, поскольку я не заплатила за это деньги. Но в любом случае, вот эта вот муть непонятная для того, чтобы поменять браслет, она у меня просто, если честно, знаете, вот такой вот во всем плюсе, когда я получила этот браслет, это вот такой вот ложка дегтя в меду, так это говорят. В общем, это меня разочаровало, поэтому я так поняла, что я не могу отослать браслет обратно, потому что он может потеряться, он не придет, и мне нужно заплатить за доставку туда, за доставку обратно. В общем, и ничего с этим делать нельзя, поэтому я решила, что я не буду посылать, я пойду попрошу, у меня есть знакомая девочка, которая живет сверху меня, она начинающий ювелир, назовем это так, и я попрошу на сантиметр два, если она сможет это просто сократить, я думаю, что у нее это получится без проблем. В общем, и тогда я начну его носить, потому что пока его носить не могу, потому что я просто, не могу его носить на меня большой. И когда я его начну носить, тогда я пойму вообще, как он мне нравится, он мне не нравится, чернеет, он под водой не чернеет. В общем, все, что у меня происходит с Пандорой, с моей любимой, которую я обожаю, я смогу понять на этом браслете. И тогда, если вам будет интересно, я вам расскажу свое мнение. И, может быть, в какой-то ценовой категории его тоже сравню. Но, если честно, я и ожидала, когда я заходила на сайт, смотрела цены, я думала, что он будет намного дешевле. Но такой же он дешевый, если честно, как мне показалось. Ну, в любом случае, как он выглядит, как выглядят чармики, которые я заказала, сама выбрала. Как чувствуется браслет, как он звенит вообще по ощущению. Все это меня очень-очень впечатлило. Сама связь по поводу обмена меня, конечно, разочаровала, как бы, да, обслуживание именно самого клиента. Вот. Я вам рассказала все, что было в моем почтовом ящике, показала. Надеюсь, вам было интересно. Мне было очень интересно вам показать все помады, потому что я от всего в восторге. Особенно от помады. Это, конечно, восторг. Вы знаете, что я очень люблю помады румяна. И когда я получила помады, от которых получила полное, вообще, стопроцентное удовольствие, я мне дико-дико хотела с вами поделиться. И на сегодня все увидите очень скоро. Пока. Всем привет. Сегодня будет продолжение откровения блогеров. И сегодня я вам поговорю и расскажу о себе и о ютюбе. Я вам расскажу, как я себя чувствую по отношению к ютюбе, как я чувствую себя по отношению к своему...